Деревянные окна и постоянный сквозняк. Такие отзывы о гимназии номер 8 были от родителей и учеников до сегодняшнего дня. Сейчас школа на капремонте в рамках народной программы партии «Единая Россия». Когда ждать завершения работ, расскажут мои коллеги. Гимназию номер 8 построили в начале 60-х годов. До сегодняшнего дня ее капитально не ремонтировали. Сейчас, благодаря народной программе партии «Единая Россия», строители будут устранять все неполадки, накопившиеся за более чем полвека работы. В Первомайском районе ждали ремонта и этой школы гимназии номер 8, 128-й школы, 146-й и 147-й школы. Наиболее такие актуальные вопросы были именно в этих школах, но дождались в связи с тем, что партийный проект партии «Единая Россия», значит, вы с его помощью выделили деньги на ремонт этих четырех школ. О претензии много, говорит Ирина Заруба, председатель родительского комитета. Сын уже выпускник. На протяжении 10 лет терпел сыпавшуюся со стен штукатурку, а зимой сидел на уроках в пуховике. Но главная боль родителей – постоянные сквозняки и болеющие дети. Очень холодно было в школе. Вот представьте окна в коридорах, которые еще деревянные, школа 60-го года постройки. То есть их каждый год, они даже не закрывались, их приходилось заклеивать. По словам подрядчика, проблемы, о которых говорят родители, для строителей пустяковые. Основная трудность в согласовании расписания. На время реконструкции работу школа не прекращала, но компромисс нашли. Рабочие во время уроков стараются не шуметь, а дети на стройку не бегают. Мне даже кажется, что, знаете, они переживают этот этап нашей жизни как маленькое приключение. Потому что, ну, правда, это такое, но мы, конечно, их на это настраиваем, что, ребят, вот вы уникальные. Никто, ни до вас, ни после вас, никакие поколения наших школьников не смогут пережить вот это. А вы живете сейчас вот в таких условиях. Вы маленькие герои. Сейчас из трех этажей школы без отделки остался только первый. Подрядчик говорит, к началу зимних каникул дети переедут в новые классы. А уже к первому сентября 25-го года вся школа будет как новенькая. Алексей Бородин, Александр Миняйло. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова